ну давай обнови новые трусы обнови новые но как по-другому то сказать ну трусы клевые конечно они вышли нам в три дорого я не ожидала что детские трусы могут стоить 600 рублей купальные да кстати кусочек видео который я вставляла с примеркой этих трусов альберт сам монтировал ну так это же хорошо что шнурков нету там резиночка хорошая ну что давай очки то тебе не надо повернись сюда не повернись стой как стоишь живот в тени на меня смотри класс живот в тени да нет ты не толстый просто у тебя животик кругленький немножечко вот кстати карате бросил и он сразу же стал вес набирать сразу же пока занимался нормально но немножечко сделай чуть чуть избыток есть я наверное это видео буду делить пополам потому что получится очень много болтовни болтаю про одно болтаю про другое ну давай я жду когда тебя когда ты нырнешь как жду когда тебя вот когда вот уже вот так вот начинает как будто холодная вода знаете солнышко припекает и я начинаю жалеть о том что я не одела купальник потому что я села и солнышко стала припекать можно было можно было в принципе одеть купальник искупаться вот ездят жипы большие проезжает вот прямо водитель такси конечно возмущался очень сильно непроходимостью дороги но он не столько взмущался ругался он как бы говорил о том что цена намочил цена не соответствует за 700 но вот это яндекс такси она берет вот так вот дешево за город у нас получается это за город да вот наши городские такси берут 500 ну что идешь давай я тебя жду ну чё ты делаешь моржует ребенок видно тебя тебе достаточно нырнуть и все а дальше пойдет как по маслу в принципе вот так вот дешево я тепло раз-два-три я представляю как ты кайфанул это же вообще крутяк блин я наверно зря не одела купальник у меня потросы с опы слетели откуда слетели с опы слетели я нырнул у меня они вот так вот слетели понятно молодец купайся продолжаю болтологию в общем еще немножко блин ну сильно ну ёлки палки дай мячик дай это пописать покакать покушать сейчас он пять минут посидит в воде и скажет хочу кушать а у нас с собой чипсы это правда да 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 и он сейчас вот ради чипсов через пять минут из воды вылезет давай купайся я могу на тебя очень сильно обидеться я могу на тебя очень сильно обидеться а что вот видите чем он добивается чтобы я на него закричала зарычала но я не буду этого делать я приехала отдыхать да лечит я не открываю маму ммм кусают оводы меня кусают поставила против солнышка хочется поставить куда-нибудь телефон чтобы не держать его в руках руки устало рука устала уже держать его за палку ладно в общем мылилась мылилась взяла все таки в руки подерживаю руках ничего страшного хочу рассказывать уже все вроде бы как были воспоминания которые такие очень хорошие воспоминания приятные немножко бывало горестно когда допустим соревнованиях я все о том же карате когда ребенок соревнованиях участвовал проигрывал было горестно обидно я даже плакала иногда вот но видя бои как это происходит на самом деле и включая голову я понимала что ребенка в принципе могли даже и покалечить и все что угодно там могло происходить потому что мы писали даже расписки расписки о согласии участие ребенка в карате в карате вот вот писали эти расписки и в расписках черному по белому написано было что мы несем ответственность за его участие за его здоровье сами мы берем ответственность на себя а не сваливаем его на тренера вот и за все травмы мы отвечаем сами ну а вы наверное как бы понимаете что карате это такой вид искусства в котором может случиться все что угодно поломанные руки поломанные ноги отбитая печень я сама дважды ломала ребра мне ломали ребра вот так вот в поединках ну это конечно печально это неприятно вот поэтому поэтому когда он сказал что мама все хорош я больше не хочу я конечно все мячик поплыл он сейчас его не поймает нет поймал ты его не отпускай так резко ты его так резко то не отпускай вот я конечно попереживала поплакала но смирилась с этим и поняла что здоровье моего ребенка что физическое что психическое мне важнее намного чем какие-то результаты соревнований результаты когда он вырастет да и станет мастером спорта а может и не станет многие ведь занимаются всю жизнь разными видами спорта а в итоге становятся выбирают обычную профессию для себя не связанную вообще никак с этим видом спорта в котором они там провели пол жизни вот почему я бросила потому что на самом деле это занимает очень много времени я не смотря на свои сломанные ребра не смотря на какие-то мелкие травмы я все равно ходила и занималась мне это нравилось наверное я мазохистка не знаю как это назвать тоже вот но это занимает очень много времени полтора часа тренировки каждый день учитывая то что я еще и работаю по 11 часов в детском саду да ну и плюс возраст сорок лет как бы кости уже не настолько крепкие организмы все равно не настолько крепкие чтобы продолжать заниматься этим вот но все что не делается все делается к лучшему все ты замерз вылезай грейся полотенчика все что не делается ребята все делается к лучшему почему я конечно жалела много раз о том что мы ушли и бросили но если бы я не бросила мне бы не предложили работу в фитнесе вот я бы не нашла себе подработку а продолжала бы тратить деньги на карате а денег это стоит немалых очень немалых сборы платные сборы соревнования платные форма платная я потратила очень много денег очень много сборы ну отойди от телефона вот ты стоишь практически сморкаешься мне в камеру в телефон блин Альберт ну бывает вот сядь куда-нибудь что ли или что вообще Альберт некрасиво себя иногда на камеру ведешь вообще некрасиво опять меня в смысле сбил в общем я говорила про деньги что я потратила немалое количество денег за все это время тренировки стоили две тысячи на человека это я отдавала по четыре тысячи каждый месяц за меня за себя и за него кимоно стоило две с половиной тысячи которое надо было если мне допустим хватало хватает его надолго да я перестала расти то на ребенка я меняла кимоно за шесть лет наверное три раза да да три раза вот все вот эти футболки спортивные костюмы щитки защита шлемы все это стоит немалых денег за соревнования за соревнования тоже мы каждый месяц отдавали по тысячу по тысяче а то бывало и больше ну в общем вкладывалось 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 результаты они есть много грамот много медалей кубков ну и просто знания полученные в этой сфере они есть да там учили японский язык название ударов название в общем много чего много вложено в голову да и физическое развитие много вложено жалко как я всегда говорю печально нет обидно досадно ну ладно ну что теперь надо двигаться дальше на одном стоять это не развитие вот и поэтому альберт ушел у нас в футбол конечно его взяли как начинающего потому что он в футбол не играл никогда в жизни играл вот на уровне дворовых игрок да профессионально нет ну вот практически год занимается футболом он как-то сам дал понять что он хочет стоять на воротах и он теперь у нас вратарь и опять вкладывание денег но я об этом не жалею вратарская форма оплата каждый месяц вратарские перчатки мячик не мячик за прошлое лето он у меня убил 4 футбольных мяча 4 мне кажется я не успевала их покупать когда вот он увлекся этим делом я не успевала мячи покупать вот но я ни о чем не жалею абсолютно ни о каких растратах денег деньги пришли деньги ушли зато у ребенка будут воспоминания когда он вырастет большой станет он он будет помнить это все он все равно это все не забудет потому что вспоминая свое детство я всегда рвалась в спорт я хотела заниматься легкой атлетикой я хотела заниматься танцами я всем занималась я занималась всем по чуть-чуть но мы жили во первых в поселке городского типа и рядом не было ни спортшколы ни какого там спортивного комплекса ничего рядом не было я бегала в школе я бегала быстрее всех я ходила в декоративный клуб на танцевальный кружок но танцевальный кружок мне пришлось бросить потому что мама зарабатывала очень мало отчим платил алименты на двоих детей зарабатывал при этом тоже очень мало и мама в определенный момент жизни мне сказала все дочь извини денег нету все очень грустно печально я за твой танцевальный кружок платить не буду я конечно очень сильно была расстроена и запомнила это на всю жизнь вот эту печаль потому что танцами заниматься очень хотела очень сильно про карате я тогда еще не знала что оно существует вообще как вот самое удивительное живя на Сахалине карате это ведь японский вид искусства боевого искусства живя на Сахалине рядом с Японией я не знала что такое карате я вообще это все равно что сапожник без сапог говорят вот я очень хотела заниматься танцами очень Ну вот не получилось, не сложилось. Занималась какой-то период времени, потом перестала. Благодаря нашему скудному финансовому положению. Я рвалась в другие какие-то кружки, в спортивные секции. Но так как у нас денег не было, мама мне сразу же всё обрубала на корню. Поэтому я поддерживаю любые занятия и увлечения моих детей. Да, Альберт? Как оно? Скажи правду. Да. Хочешь футбол, занимайся футболом. Хочешь там, что у тебя было. У него много было увлечений, он всем занимается по чуть-чуть. Если вот Тёма у нас, например, ушёл в лыжи в 9 лет, он с 6 до 9 лет занимался плаванием профессионально. А потом он мне точно так же, как Альберт сказал, мама, я не хочу плавать, я не хочу ходить в бассейн. Я говорю, а чего ты хочешь? Он мне сказал, я хочу в лыжи, я хочу заниматься лыжами. Всё. И он у меня ушёл в лыжную секцию, и вот ему 17 в октябре, он до сих пор занимается лыжами. Он как-то там осел. Альберт занимается всем по чуть-чуть. Он у меня занимался чем? Шахматами. Он ходил в шахматы. Он ходил... Куда ты ещё ходил? В бассейн ходил. Он ходил в бассейн. Он ходил... В общем, он прошёл всё практически. Он был везде, кроме танцевального. Кстати, Тёма вот чуть-чуть ходил на танцевальный. Но... Да, Тёма ходил буквально полгода на танцевальный, но и то с моей подачи. Ему было 6 лет тогда. Я видела, что он растёт у меня высоким, длинномогим и очень худощавым. И прямо было в мечтах, чтобы Тёма занимался бальными танцами. Но у нас не было бальных танцев в городе в нашем. Были обычные танцы, да. И, видимо, моя вот эта мечта детская, несбыточная, ходить в танцевальный кружок. Я его в 6-летнем возрасте отвела в танцевальный. Но он сразу дал мне понять, что нет, мама, это не моё. Я не хочу, мне это не нужно. Вот. А Альберт был везде. Он прошёл всё. Робототехника, шахматы, изо студия, лыжная секция, бассейн. Вот долго занимался только каратэ. Параллельно с каратэ он побывал везде. И вот сейчас вот он увлекается футболом, ходит на футбол, футбольную секцию. И я не знаю, насколько это надолго. Но я приму любое решение, любое. Потому что я хочу, чтобы мой ребёнок, мои дети запомнили своё детство, в котором было всё. А не просто школа, дом, двор. Я сказала, мам, я занимался футболом, просто так, ну, как левый этот, просто круглок. А сейчас я уже занимаюсь как это спорт. Профессионально, да? Да. Вот так вот. Наговорила на 11 минут. Придётся, наверное, это всё выкладывать отдельным видео. Ну, ладно. Кайфуем. Отдыхаем. Я надеюсь, ещё завтра позагорать. Надо сделать вот такое фото нам с тобой. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok